Экологическая проблема Потому что, вы знаете, общественные организации, как бы, хорошее дело, инициативное Каждая общественная организация берет какое-то свое направление При тесном содействии и взаимопонимании общественной организации и школы Только тогда может быть положительный какой-то результат Источником любых инициатив, инноваций, скорее всего, являемся мы сами То есть когда мы попали в структуру уже готового подразделения, которое годами занималось экологией Выбора у нас не было, да и мне показалось, что эта тема для всех педагогов нашего комплекса будет актуальной и интересной Вы знаете, у нас ежегодно проводятся экологические конференции Где выбирается определенная тематическая направленность И наиболее интересные проекты, которые не похожи на других, представляются для общего загала учителей и учащихся Как бы там ни было, наши эксперты, общественники говорят о том, что мы все-таки пока только декларируем так называемый компетентный подход И на сегодняшний день, в принципе, решаем задачу так называемых базовых знаний То есть наши дети получают представление о том, что такое экология, что такое экосистема, биогероцинозы Какие на уровне, как он говорит, Запорожской области Они могут назвать все объекты природно-заповедного фонда То есть фактически мы свою задачу решаем с точки зрения знаний, умений и навыков Когда дети сами что-то выращивают, сами что-то делают своими руками Они это презентуют, они работают в информационном пространстве То есть мы можем говорить о конкретных развитиях не только знаний, умений, но и навыков наших учащихся Но давайте вспомним, когда мы ввели 12-ти парнюю систему обучения Мы же начали говорить о компетентностном подходе То есть мы начали говорить с вами о том, что наши дети должны Потребность должна быть сформирована в том, чтобы что-то делать Семинар имеет громадное значение, почему? Потому что ориентируемся на взаимодействие именно неправительственных организаций С системой экологического образования И если мы объединяем усилия школы и общественных организаций У нас получается очень эффективный контент Я вникла в ситуацию экологическую в Запорожье Раньше об этом как-то не задумывалась, и здесь пришлось вникнуть И я поняла, что нужно как-то работать в этом направлении И мне на глаза как раз попалась заявка в эко-школу Для представителей экологических и общественных организаций Решила подать заявку Организаторами были Мама-86 При поддержке Шведского агентства международного развития СИДа Анкеты были поданы более 100 человек Было отобрано только 20 лучших по анкетам В эту двадцатку попала я Были люди со всей Украины, действительно с разных уголков Мы даже составляли карту Нам рассказывали, как писать проекты Нам рассказывали, как управлять этими проектами Где брать ресурсы, как работать с донорами Как работать с волонтерами, как привлекать волонтеров Мама-86 очень часто организовывает разное обучение И в частности из нашей школы более 10 человек уже было обучено тренингами Мама-86 Мы будем выпускать общий сборник по результатам двух школ экологических Там будет информация и о нашей организации Республика Мечта И о нашем проекте Школьная зона здоровья Запланирован уже ознакомительный визит в Швецию С целью обмена опытом между экологическими организациями И результатами конкурсной комиссии Мне выпало честь принять участие в этой поездке Я сейчас подала документы на визу Швеция считается эталоном, наверное, в плане экологии Поэтому посмотреть это просто бесценный опыт, я считаю И приехав со Швецией, соответственно, мы сможем в Украине попытаться Хотя бы перенести этот опыт в нашу страну Утверждение экологического испытича живача Или недели экологического потребителя Проходит в Украине уже много лет В Запорожье это уже три года подряд Целью этой недели является популяризация органического потребления Земледелия среди детей, семей с детьми Также экологически ответственного выбора товара К примеру, как проект администрации Или может тебя интересует, как Даже на все 100% Пусть на проект Жеме органического За общество мэров Был организован проект И внедрен в Севернский проект Школа энергии С нашего города было 11 школ Желающих принять участие в этом проекте Я бы хотела сегодня, чтобы мы познакомились тоже с этим опытом работы У сечня 2016 года За европейской инициативой угодом мероприятий За поддержкой проекта ЮСАДИ, муниципальная энергетическая реформа в Украине Та Ассоціація энергетическая реформа в Украине Стартував новый проект всеукраинский, который называется «Школа энергии» У лютого наша школа подала заявку на участь до всеукраинского підвердкового конкурсу цього проекту И за подсумка в отбору наша школа стала учасником цього проекта З домового экспертів проекту протягом 2016 року проводился энергоэнергический будильник нашей школы Мета проекту – это сделать школу нервозберегающую, отримать навыки проведения спрощенного энергетического обликта, зменшить споживание энергии и тем самым зберегать экологию и научить завчачивать деньги Каждый из нас может сделать свой внесок в энергосбережение, вимыкать светлом, если оно не нужно, закрывать крани с водой, вимыкать прилады и тем самым уменьшить выкид перликовых газов и заощаджить деньги на рахунку Начали сотрудничество с общественной экологической организацией «Укрприрода» И я хотела бы сегодня предоставить слово координатору этой общественной организации «Неходи» Николаевне Разработан целый проект по работе с этим методическим пассивником К сожалению, на конференцию не смог приехать автор Владимир Евгеньевич Полейко, который разработал этот замечательный методический материал Это готовый материал, где вы можете уже брать и работать В какой форме? Это вам лучше знать Как это будет? В форме факультатива или классный час? То есть вы сами определитесь в форме работы Что будет потом? В конце учебного года мы будем проводить мероприятия Именно по результатам работы в ваших школах, в ваших закладах по методическому пассивнику Вот поэтому Защита природных прав животных и укрепление моральности и гуманности общества Вот над чем нам с вами сегодня необходимо задуматься Посмотрите в глаза тем, кто вас не предаст, а будет верным другом Только за то, что вы погладите по милой мордашке, скажете ласковое слово и покормите Давайте научим наших детей любить животных И тогда в будущем вы сможете рассчитывать на любовь наших детей к вам Доброта спасет мир Лично для меня прежде всего этот семинар был интересен именно работой с общественными организациями То есть наша школа постоянно работает с Запорожским национальным университетом, с медицинским университетом, с ботаническим садом То есть это как бы уже есть наработки и есть опыт работы И вот работа с общественными организациями у нас как бы еще на очень таком начальном уровне Проводится у нас мероприятие по защите птиц Вот уже произвучало здесь в Ташиноцарство Но лично для себя и хотелось бы ввести в работу нашей школы, в нашей организации, в общем, очень было бы интересно Поэтому для меня это было полезным и очень информативным семинаром Подготовки работают, объем работают И большая увлеченность не только учителей, но и учеников в эту работу Конечно, это удивляет, что я пришел, узнав, что за это было, как он пришел Спасибо за работу Спасибо всем, кто манкликнулся И хочется пожелать дальнейших успехов в любой вашей деятельности И также в экологической деятельности И нам, и вам пожелать того, чтобы общественные организации и проекты, которые приходят к нам в школу Были не однодневными, не сиюминутными А действительно какие-то, может длить, долгосрочные И имели какой-то действительно положительный результат Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!